Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Воистину Воскресе! Мир всем! Воскресе! 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 Спасибо. Спасибо. Вы видео включили, Надежда. Надо микрофон выключить. не ту кнопку нажали, вот так, правильно, поболимся. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во грабеже Его даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во грабеже Его даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во грабеже Его даровав. Господи, именем Иисуса Христа, Сына Твоего, умершего за нас и воскресшего, молим Тебя, благослови наше занятие, не допусти нам уклониться ни вправо, ни влево от истинного понимания смысла Священного Писания. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 5 по 7 стихи. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печально исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Толкование. Господь говорит, о таких скорбях я не сказал вам прежде, не потому, будто не знал, но потому, что я был с вами, и вы имели во мне достаточное убежище. И вся война была воздвигнута против меня, а вы сами были в совершенной безопасности. Итак, тогда не нужны были такие речи, приготовляющие и предограждающие вас. Но теперь, отходя к отцу своему и оставляя вас, я предуведомляю об этом, чтобы вы обезопасили сами себя. Сколько, говорит, не скорбите, а я говорю полезное вам. Вы желаете, чтобы я всегда был при вас, но это бесполезно для вас. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. Посему, хотя вы желаете моего присутствия, я не послушаюсь вас, но лучше изберу полезное для вас, чем исполню вредное для вас желание ваше. Так и во всем мы должны поступать для самих себя и для ближних, придумывать полезное, а неприятное. Ибо если я не умру за мир и не пойду к отцу, придав сам себя в жертву и умилостивление за грехи мира, то утешитель не придет, ибо как он придет, если вражда не прекратится через умерщвление греха, если отец не примирится с естеством человеческим. Посему вы, ученики, хотя поскорбите по причине моего отшествия, но обрадованы будете пришествием духа, которое доставит вам блага большие и важнейшие. Так же Господь сказал, что Он не говорил этого сначала, когда написано, что призвав двенадцать учеников, Он сказал им, «Поведут вас к правителям и царям». Матфея 10.18 «Хотя Он сказал, что поведут вас к правителям, но еще не сказал, что будут убивать вас, как нечестивцев, людей вредных и врагов Божиих». Вопросы? Игнатий Тихонович, вот вопрос. Когда нападают на вас именно как на врага Божия, какие чувства при этом испытываете вы и какие должен испытывать христианин? Вот такой вот вопрос. В первую очередь нужно себе сказать, правильно или неправильно нападают. А на это нужно время, чтобы узнать. А если неправильно, то по большому счету это дети дьявола. Он отец лжи. Какое чувство-то? В первую очередь ты один или не один, или от тебя что-то зависит. Поражу пастыря, рассеются опцы. Вот сейчас тебя не будет, и занятий может не быть. Вот тут надо все это учитывать. А если ты один, то махнул рукой, да никакого значения не имеет. А если на тебе столько висит, и поразив тебя, все прекращается. Вся деятельность, а ты в одном направлении трудился, миссионером был, то другой вопрос. Почему апостол Павел перед правителем, Фестом, перед Феликсом так защищался, и почитая себя счастливым, что могу защищаться. А люди, которые никогда ничего не терпели, благословляйте, прославляйте врагов там. Ну, благословляйте, да. Да, что значит благословляйте? Чтобы они обратились к Богу, не убивая их. А откуда вы знаете? Как откуда знаем? Библия нам говорит, 6 глава, 9 стих Откровения, прямо говорит. И они возопили, да коли, Владыка, святый истинный, не мстишь за кровь нашу. То есть, что отмщение требует? Уже на небе, уже вопрос снятый. На земле, если можно было бы сказать, неправильно, не по Евангелию. А они уже на небе. Значит, правильно они молятся. Да коли не мстишь. Да коли ты терпишь, Владыка, и не обратишь их через удары, через перемены разные. Вот было, что делали революцию, расстреливали людей. А вот она тебе, и теперь 37-й год. А вот она коллективизация, а вот она война. Что? Бог долго терпит, да крепко бьёт. Чувства, в первую очередь, конечно, ты, какой бы ты ни был там, святой-то, а ты всё равно должен сказать, что требуется. Ну, мы знаем апостол Павел, это величайшая фигура двухтысячелетий. И там, когда Елима-Волх противился во время проповеди, он прямо обратился, ты враг всякой правды, сын дьявола. Что это, ласковые слова? А сегодня привязываются, а ты им сказал там так, ну, сказал так по их действиям, это ещё не всё, что сказал. Вокруг Христа какие были люди? И почему он не терпел? Говорит, ваш отец дьявол. Евангелие от Яна 8, 44. Вы, а как определён? А вы хотите исполнять похоти отца вашего? Он человек-убийца? А вы дети человек-убийца? Его убейте, ищите убить меня. Ищите убить меня. Поэтому мои чувства... Там узнают, кто это балуется. Мои чувства, это не эталон ещё. Потому что мне пришлось слишком-слишком много это слышать, терпеть эти нападки. Но если я благодарю Бога в конечном результате... Вот у нас он был, тут начал с одного, а теперь пошёл. Одна ложь в нём идёт. Я прошу Господи, не предай его смерти. Обрати его, не дай ему умереть. И который нападает, я в конце, молясь за них, говорю, Господи, судный день, не помяни их безумия. Что они делают? У Яна Затауса были враги. Но мы знаем, особенно по житиям святых. Они как молились? Отец твой враг, ты в геянии будешь гореть. Они такие слова говорили. Сыпляли буквально. Можно было бы промолчать, если первый раз считаешь. А они канонизированы, все эти люди. Они не боялись. Бог смотрит на мужество. Поэтому, как я, я отвечаю так. На один удар я отвечаю целой серии ударов. Они бьют не по мне. А придумали Христа, то другое. Кого он разве меня трогает в это время? Вы тут морочите голову детям, сколько мозги запудрили. Я должен отвечать или нет? Я отвечаю с таким накалом, что они дрожат после этого все. И миссионеры фальшивые эти. Почему? Я смотрю на результаты. На результаты. Даже вчерашние враги делаются друзьями. Мы должны обстановку сойти. Одна молитва не бывает. Вот от гонителей, как избавиться? Никак. Вот на меня какие гонения? На вас ни на одного, может быть, этого нет. Я только заблокировал. Сейчас, я не знаю, 5200 человек, наверное. Каждый день. Ну, я не знаю, сколько. Ну, в среднем 50-70, если не больше. Приходится заблокировать. Ну, ролики, где ничего нету. Совсем. Вот мы на ОПе вышли вчера. Я ставлю. Хула. Вася уезжает. Тоже. А, вы жрёте там. Только этот человек на вас работает. Он работает. То есть, явную ложь. Я никогда не отвечаю. Никогда. Ни на один комментарий. Ну, бывает, спросят там книги, как получить, или когда крещение будет. Ответ должен быть один. Если есть возможность, закрыть лживые уста, отравляющие других. А нет, значит, один раз сказал, этого довольно. Еретик, он самоосужден. Вот мне сегодня написала одна. Ну, и там мужчина ещё. Вот то-то-то было у меня. Никто из заключения вернулся. У него там и прелюбонияние. А вышел-то, видимо, женился на баптистке. Как простить? Кто? Я ему выписал все места. Нет жертвы за грех. Что насовсем? Я говорю, где есть выход, там вам вход закрытый. А где есть? Мы считаем Евангелие Теана, 20 глава, там 29 стих, сколько где? Кому простить и проститься. Так. Говорю. Миром. Слава Богу, всё хорошо, занятия идут. Через час позвоню, через час 20. Татьяна любопытничает, готовит мне или нет. А от больных не принимают, чтобы не заболеть. Сегодня только с одним человеком говорил. Вот готовиться всё, не надо, ты болен. Больной человек не должен ни массаж, никому делать ничего. Веришь ты, не веришь, от тебя никто не выздоровеет. Врачу исцелиться сначала сам. Так и этим. Я отвечаю на эти вопросы. Сколько у меня было врагов там? Вы не думайте о будущем. Вот только вначале. Он совсем, ну, всегда помогал. Всё хорошее. Но смутило душу что-то его. Отошёл, слёг болеть, лежит. Два дня лежит, глазами хлопает, не встает. Ну, зачем ты лез-то? Ты маленько его посмотрел. Ты же не меня ошибаешь-то. Дело Божие останавливается. Ну, давай. Идеально. Ты злишься. Ну, злоба-то больше, меньше. Ну, результат, конечно, такой. Лучше бы меня не было. То есть, лучше бы меня убить. Ведь вот в чём дело-то. Ненавидящий брат и щенка-убийца. Как я с тобой должен разговаривать? Что ты делаешь? Ну, если он не принял, всё, ко мне больше не подходи. Я не буду говорить. Я только молюсь. Дверь закрыта. А то, может быть, на небе не прописан. А одинаково никогда не бывает. Одному пишу, а другому нет. Просто отхожу. Но на молитве постоянно поминаю. Отдельно у меня пачка этих гонителей. Особенно такие бессовестнейшие, нахальные. Я их отдельно. Останови их безумие, Господи. И в судный день не помине им. Конечно, огорчаешься. Откуда известно? Иоанн говорит, богослов, для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Ну, отсюда вывод. Нет большей печали, как слышать, что дети мои ушли в раскол или куда-то. А раз печали для этого кто-то... Они просто... Сейчас я на них фамилии нигде не указываю. Ну, допустим, Евгений Трапко я открыто пишу. Там Анастасия, Валентина Сортисон. Почему? А эти, которые гоняются за мною, они начинают их буквально заваливать мерзостью. Как я должен относиться к ним? Я и отношусь так сразу, или в чёрный список, и всё время молюсь о них. Вот такой ответ. Спаси Христос. Слава Христу. Евангелие от Ана, 16 глава, с 8 по 11 стихи. И он пришед, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не верует в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осуждён. Толкование. Ныне они могут говорить, что я сын плотника, сын бедной матери, хотя я и совершаю чудеса. А тогда, когда дух во имя моё совершит такие дела, не веря их, будет неизвинительно. Итак, он обличит их о грехе, то есть покажет, что они согрешили непростительно. Обличит их и о правде, что я иду к отцу моему, то есть докажет им, что я, будучи праведен и безукоризнен по жизни, умерщлён ими несправедливо, и доказательство сего в том, что я иду к отцу. Ибо я не взошёл бы к отцу, если бы не был праведен. Так как они убьют меня, как безбожника и беззаконника, то дух докажет им, что я не таков. Ибо если бы я был противник Богу и преступник закона, я не удостоился бы чести у Бога и законодателя, и при том чести не временной, но вечной. Ибо слова «и уже не увидите меня» означают, что он пребудет в вечном у Отца. С пришествием Духа все верующие во Христа попирали князя мира и посмеивались над ним. А отсюда видно, что Христом он осуждён гораздо прежде. Итак, Дух обличит тех, кои не уверовали, как грешников. Ибо вера разрешает от грехов через отпущение их в крещении, а силы Духа, являемые в верующих, в неверующих, не обнаруживаются. Отсюда оказывается, что они сосуды злые, скверные и недостойные вместить в себе Духа. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 12 по 15 стихи. «Ещё многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придёт Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмёт и возвестит вам. Всё, что имеет Отец, есть Моё, потому Я сказал, что от Моего возьмёт и возвестит вам». Толкование. «Сам Господь о Себе Самом не возвещал ничего великого, частью для того, чтобы подать образец смиренно-мудрее, частью по причине немощи слушателей и неблагонамеренности иудеев. Он не вводил явно и отменения законных обрядов, дабы все не сочли его за противника Богу. А когда пришёл Утешитель, тогда уяснилось достоинство Сына. Обо всём сообщено истинное и ясное познание. Законные обряды взяты от среды и упразднены. Мы научены служить Богу в Духе и Истине. Чудесами, совершёнными Духом, вера утверждена. «Знать будущее преимущественно свойственно Богу, и как для природы человеческой ничто иное так нежелательно, как знание будущего, то Господь и этим утешает апостолов. Ибо это великая и непререкаемая слава, когда умерщвлённый и обесчищенный после сего будет блистать ещё более». Потом, так как Господь говорил, и они слышали, что один у них Утешитель Христос, Матфея 23.8. «То, чтобы не подумали, если один Учитель ты сам, то как же говоришь, что будет и другой Учитель Дух? Чтобы не подумали этого, он прибавляет, от моего возьмёт, то есть из того, что я знаю, от моего знания». Для чего же столько благ даровал нам Дух, а не Сын? «На это, во-первых, скажем то, что путь к дарам Духа сотворил Сын, и Он есть виновник стольких благ. Ибо если бы Он не истребил грех, как бы мы удостоились бы Духа? Ибо Дух не будет обитать в теле повинным грехам». «Премудрость 1.4. «Посему велики дарования Духа, но основания их во Христе. Потом, так как имели явиться еретики, уменьшающие достоинство Духа из-за того, что Он пришёл после Сына, то Он предоставляет ему действовать в апостолах более чем Сан, для того, чтобы побуждаемые величием даров они и против воли признали достоинство Духа и не считали Его меньшим Сына из-за того, что Он явился в мире после Него». Вопросы? Продолжим. Евангелие 16 глава, с 16 по 18 стихи. «Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников Его сказали один другому. «Что это Он говорит нам? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». Итак, «Они говорили, что это говорит Он вскоре?» «Не знаем, что говорит». Толкование. «Я не погибаю, а переменяю состояние. Разлука Моя ненадолго, а пребывание Мое с Вами, которое затем наступит, вечно». Вопросы? Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 19 по 22 стихи. «Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им, о том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал, вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет, «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет вас». Толкование. Вы восплачете и возрыдаете о том, что Я умру на кресте, а мир возрадуется, то есть иудеи, мудрствующие, мирское возрадуются, что уничтожили меня, врага своего. Но печаль ваша в радость будет, а радость иудеев напротив обратится им в печаль, когда по воскресенье будет славиться имя мое. Это сравнение употребляли и пророки с жестокостью родильных болезней, обозначая высшую степень скорби. В то же время удостоверяет учение о воскресенье и показывает, что умереть похоже на то, как выйти из утробы матерней на свет. Не удивляйтесь же, что радости вам должно достигнуть через такую печаль, ибо и мать через скорбь и болезнь достигает того, что становится матерью. Здесь он намекает на нечто таинственное, именно, что он разрушил болезни и смерть и соделал то, что родился человек новый, уже не истлевающий, уже не умирающий, который есть сам Господь. Ибо смотри, он не сказал, женщина уже не помнит скорби, потому что родилось у нее дитя, но потому что родился человек в мир. Не без цели он так сказал, но для того, чтобы загадочно и прикровенно намекнуть на то, что он сам есть человек, родившийся не для ада, чрева болевшего им, но для мира. Ибо для нас родился он от воскресенья новый и нетленный человек Иисус Христос, Бог наш. Итак, пример рождающей женщины не требует во всем приноравления к событиям Христовым, но только имеет целью показать, что печаль временна, и что от этих болезней велика польза, и что воскресенье рождает для жизни и нового бытия. Все прочее в сравнении не имеет приложения и справедливо. Ибо это притча, а притча, если во всех частях сохранится, не есть уже притча, но то самое, что ею изображается. Так и здесь. Под болезнями рождения мы уразумеем печаль апостолов, под радостью утешения их по воскресенье, и опять под разрешением болезней разрушения ада, а под рождением воскресенье перворожденного, с большой буквы, из мертвых. Вопросы? Продолжаем. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 23 по 24 стихи. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем, истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите, Отца во имя мое даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Толкование. «Итак, когда я по воскресенье из мертвых пошлю вам утешителя, тогда вы уже не попросите меня, то есть не будете нуждаться в моем посредничестве, но довольно будет вам произвести имя мое, чтобы желаемое получить от Отца». «Итак, здесь он показывает силу своего имени, так как его не будут видеть и не будут просить, а только назовут имя его, и он будет творить такие дела. «Посему полезнее, чтобы я умер, ибо отныне вы получите большее дерзновение пред Отцом моим, хотя я и разочаруюсь с вами, хотя я и разлучусь с вами, но вы не думайте, что вы оставлены мною, ибо разлучение мое даст вам большее дерзновение, и радость ваша тогда будет самая полная, когда вы получите все просимое». Примечай же, «Получает тот, кто просит во имя Христа, а из тех, кои желают предметов мирских и душевредных, никто не просит во имя Христова, а потому и не получает, ибо имя Христа божественно и спасительно». Если же кто просит пагубного для души, то неужели мы скажем, что он просит во имя Спасителя? Вопросы? Евангелие от Иоанна 16, глава 25 по 28 стихи. «Досилие я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. «В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Толкование. «Прежде они думали, что Бог Ему Отец так же, как и нам по благодати. Отец настолько любит вас, что вы уже не будете иметь нужды в Моем посредничестве, ибо Сам Он любит вас по тому, чтобы они не отстали от Христа, так как не имеют уже нужды в Нем и состоят в непосредственной любви Отца, говорит, «Отец любит вас за то, что вы возлюбили Меня. Посему, если отпадете от любви Моей, то немедленно отпадете и от Отца». А как слух о том, что Он исшел от Бога и опять идет к Богу, в разных отношениях утешал их, то Он часто говорит об этом. Вопросы. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 29 по 32 стихи. «Ученики Его сказали Ему, вот, теперь ты прямо говоришь и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. посему веруем, что ты от Бога ишел». Иисус отвечал им, «Теперь веруете. Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мною». Толкование. «Ибо знать тайны сердечные свойственно Богу», Псалом 43, 22. «Смотри же, как они были несовершенные, когда говорят, теперь видим. Они, так много и долго слушавшие учения Его, говорят, теперь-то, теперь мы знаем». А Христос объявляет им, что они и теперь еще несовершенны, что они не уразумели ничего великого о Нем, но еще обращаются низко и около земли. Он говорит, «Теперь веруете?» И этим как бы упрекает и укоряет их замедленность веры. «Вы думаете, что имеете обо Мне великое представление? А Я говорю вам, что вы оставите Меня врагам. И такой страх овладеет вами, что вы и удалитесь от Меня. Не вместе друг с другом, но рассеетесь каждый поодиночке, и каждый сам себе будет искать убежище и спасение. Но Я оттого и не потерплю никакого зла, ибо Я не один только, но и Отец вместе со Мною. Посему Я страдаю не по бессилию, но добровольно отдаюсь распинателям». Когда посему слышишь, «Боже, для чего Ты меня оставил?» Матфея 27, 46. Не понимай так просто, будто Спаситель оставлен Отцом, а понимай так, что слова эти сказаны естеством человеческим, оставленным и отверженным за грехи. но во Христе примиренным и усвоенным Отцом. Вопросы? Евангелие от Иоанна 16, 33. «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Толкование. «Да слышит и Арии, что все это смиренное и, по-видимому, недостойное славы Сына сказано ради слушателей, а не для того, чтобы мы пользовались этими словами при определении догматов, ибо они сказаны в утешении апостолов, как показывающие любовь его к ним. Искушения для вас не остановятся на страшных этих словах, но до тех пор, пока вы будете в мире, вы будете иметь скорбь. Не теперь только, когда Я предаюсь, но и после этого, но вы противостойте искушающему хомыслу. Мужайтесь, Я победил мир». А когда Я победил, вам, ученикам, должно не скорбеть, но презирать мир, как уже побежденный, как же он победил мир, не изложив начальника мирских страстей, впрочем, это видно из последующего, ибо все ему покорилось и уступило, как с поражением Адама вся природа осуждена, так с победою Христовую победа простерлась на всю природу и во Христе Иисусе нам дарована сила наступать на змеи скорпионов и на всю силу вражескую Лука 10-19 Ибо через человека смерть вошла через человека же и жизнь и сила на дьявола 1 Коринфянам 15-22-55 Ибо если бы победил один только Бог тогда ничто не относилось бы к нам вопрос пожалуйста если есть Евангелие от Иоанна 17-я глава с 1-го по 3-й стихи после стих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал отче пришел час прославить сына твоего да и сын твой прославит тебя так как ты дал ему власть над всякую плотью да всему что ты дал ему даст он жизнь вечную сия же есть жизнь вечная да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа толкование сказав ученикам что они иметь будут скорби и убедив их не унывать Господь ободрает их еще молитвою научая и нас в искушениях оставлять все и прибегать к Богу иначе настоящие слова суть не молитва но беседа с Отцом если в иных случаях Матфея 26 39 он молится и преклоняет колено то не удивляйся сему ибо Христос пришел не для того только чтобы явить себя миру но и для того чтобы научить всякой добродетели а учитель должен учить не словами только но и делами желая показать что идет страдание не против воли а по собственной воле говорит Отче пришел час вот он желает этого как чего-то приятного и предстоящее дело называет славою и славою не своею только но и отчею так и было ибо не сын только прославился но и отец ибо прежде креста его не знали даже иудеи как сказано Израиль меня не познал Исайя 1 3 а после креста вся вселенная притекла к нему показывает и то в чем состоит слава его и отца слава божия в том чтобы уверовала и была благодетельствована всякая плоть ибо благодать не ограничится одними только иудеями но прострется на всю вселенную сказал это потому что намерен был послать их к язычникам чтобы они не почли это нововведением неугодным отцу он объявляет что власть над всякою плотью дана ему от отца прежде же этого он говорил им на путь к язычникам не ходите Матфея 10 5 что же значит над всякой плотью ведь не все же уверовали но Христос со своей стороны старался всех привести к вере если же они не внимали ему то в этом вина не учителя но тех которые не принимают его ибо давать жизнь и при том вечную может только бог назвал отца единым истинным богом для отличия от лжеименных богов языческих да не отделяя самого себя от отца прочь такая мысль ибо и он будучи истинным сыном не может быть богом ложным а есть истинный бог как этот же самый евангелист в соборном послании своем говорит о господе Иисус Христос есть истинный бог и жизнь вечная первое послание Иоанна 5 глава 20 стих если еретики настаивают что сын есть бог ложный так как отец назван единым истинным богом то пусть знают что этот же самый евангелист говорит о сыне был свет истины в ангелии это она 1 9 уже ли же по их понятию отец есть ложный свет но нет прочь такая мысль посему когда называет отца истинным богом то называет его так в отличие от ложных богов языческих подобно как и в словах славы которые от единого бога не ищите евангелия 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 от уана 17 глава 4 и 5 стихи я прославил тебя на земле совершил дело которое ты поручил мне исполнить и ныне прославь меня ты отче у тебя самого славы которую я имел у тебя прежде бытия мира я открыл имя твое человеком которых ты дал мне от мира толкование ибо на небесах он был прославлен будучи поклоняем от ангелов а земля не знала его а как сын всем возвестил о нем то и говорит я прославил тебя посеяв бакопознание по всей земле и совершив то дело которое ты поручил мне ибо дело воплощения единородного было осветить нашу природу низвергнуть миродержца которого прежде боготворили насадить богопознание между тварью как же он совершил это когда еще и не начинал все говорит что мне нужно было сделать я совершил да он сделал то что больше всего садил нас корень добра победив дьявола и самого себя предал всепожирающему зверю смерти от этого корня по необходимости пойдут и плоды богопознания и так говорит я совершил дело потому что я посеял посадил корень а плоды вырастут естество плоти еще не было прославлено так как оно не сподоблялось еще ни тление и не приобщалось царского престола посему то и говорит прославь меня то есть мое человеческое естество которое теперь не в чести которое будет распято и возведи оно в ту славу которую я слово и сын твой имел у тебя прежде бытия мира ибо естество человеческое он с собою посадил на престоле царском и теперь поклоняется ему всякая тварь я открыл имя твое человеком но мы много раз говорили что если тогда имя божие было известно то одним только иудеям и при том не всем а теперь говорится о язычниках что им будет известно имя божие так как христос дал уже семена богопознания не изложив дьявола ведшего идола служения и иначе если и знали бога то знали не как отца а только как творца но сын возвестил о нем как отце и словами и делами дав знать о самом себе а кто доказал сам о себе что он сын божий тот очевидно вместе с собою дал знать и об отце вопросы пожалуйста евангелие от Иоанна 17 глава 6 по 8 стихи я открыл имя твое человеком которых ты дал мне от мира они были твои и ты дал их мне и они сохранили слово твое ныне уразумели они что все что ты дал мне от тебя есть ибо слова которые ты дал мне я передал им и они приняли и уразумели истина что я ишел от тебя и уверовали что ты послал меня толкование господь хочет утвердить две мысли одну ту что он не противник отцу а другую что отец хочет чтобы они веровали сыну ибо кто верит христу тот сохраняет слово божие то есть писание закон ибо писание возвещает о христе ныне говорит ученики мои узнали что я не имею ничего особенного и что тебе я не чужой но что все что ты дал мне дал не в дар как созданную какому нибудь ибо это не не приобретено мною так простите еще раз повторю ныне говорит ученики мои узнали что я не имею ничего особенного и что тебе я не чужой и что все что ты дал мне дал не в дар как созданию какому нибудь ибо это не приобретено мною есть от тебя то есть принадлежит тебе как сыну и лицу властному над тем что принадлежит отцу откуда же ибо слова которые ты дал мне я передал им то есть из моих слов из моего учения ибо я всегда учил их тому что есть от отца и не только этому учил но и тому учил что я ишел от тебя и что ты послал меня ибо во всем евангелии он хотел утвердить ту истину что он не противник богу но исполняет волю отца комментарии Игнатия Лапкина на слова кто верит христу тот сохраняет слово божие то есть писание почему развитие церковной жизни в православной церкви пошло не по слугу божию а через бесконечные наслоения вымыслов какие силы были положены на то чему нет никакого оправдания в библии если на священнике нет и петрахили поручи или еще чего-то все остановится служить нельзя а библии нет тысячи лет и все строгости какие бог высказал относительно слова божия все угрозы касающиеся сокрытия хотя бы единого слова в священном писании все это переложили на богослужение от которого теперь нельзя ни отнять ни прибавить чего проще было бы сегодня собраться все вместе даже в одной епархии когда священники съезжаются на исповедь и каждому бы из них поставить вопрос верят ли они в бога и в слово его проповедуют ли чисто евангелие или насаждают вымыслы человеческие в посонах неужели нет ни одного прозорливого христианина который мог бы так поставить вопросы и нелюбовь ко христу к библии определить как духовную гибель и за все что было говорено вопреки слову божию на всех наложить анафему апостол павел клятвою страшными угрозами за изменение истинного благовестия грозит даже небо и всем апостолам своим соратникам ибо кто верит христу тот сохраняет слово божие то есть писание закон первое послание коринфянам 16 глава 22 стих кто не любит господа иисуса христа анафема маран афа галатам 1 8 но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то что мы благовествовали вам да будет анафема галатам 1 9 как прежде мы сказали так и теперь еще говорю кто благовествует вам не то что вы приняли да будет анафема ибо кто верит христу тот сохраняет слово божие то есть писание кто не сохраняет слово божие тот оказывается не верит и христу хотя бы и казался верующим комментарий окончен вопросы евангелие от ана 17 глава с 9 по 10 стихи я о них молю не о всем мире молю но о тех которых ты дал мне потому что они твои и все мое твое и твое мое и я прославился в них толкование я прославлюсь в них как владыка подобно как и сын царя имея равную с отцом честь и царство прославляется тем что имеет столько же сколько и отец итак если бы сын был меньше отца он не осмелился бы сказать все твое мое ибо господин имеет все что принадлежит рабу но раб не имеет всего что принадлежит господину здесь же он обоюдно усвояет отчие сыну а сыновне отцу итак сын прославляется в тех которые принадлежат отцу ибо он имеет столько же власти над всеми сколько и отец вопросы евангелия евангелия от ивана 17 глава 11 стих я уже не в мире но они в мире и я к тебе иду отче святой соблюди их во имя твое тех которых ты мне дал чтобы они были едино как и мы когда я был с ними в мире я соблюдал их во имя твое толкование итак можно истину сказать что он говорит это приспособляясь к их понятиям им естественно было опечалиться коль скоро они остаются без помощника он объявляет им что он врачует их отцу и его дает им в хранителя и затем говорит отцу так как ты призываешь меня к себе то храни их сам во имя твое то есть твоей помощью и силою которую ты дал мне в чем же хранить чтобы они были едино ибо если они будут иметь любовь друг к другу и не будут между ними разделений то они будут непобедимы и ничто не одолеет их и не просто чтобы были едино но так как я и ты имели одно мудрствование и одно желание ибо единодушие вот их охрана и так чтобы утешить их он умоляет отца хранить их ибо если бы он сказал я буду хранить вас они не так бы глубоко поверили а теперь когда он умоляет за них отца он подает им твердую надежду вопросы час прошел можно задавать вопросы любые кого какие объявления пожелания напутственные слова пожалуйста никого ничего нету первого мира роман тролик вопрос вот николай николаевич гея такой художник он тоже рисовал на тему только нового завета не ветхого как одаре вот как вы если помните его картины как вы можете их оценить хотя достоевский говорит как бы не знаю мне кажется что он по зависти говорил что ему не нравится слишком реалистично как обычные люди как будто бы изображены как то есть как будто бы ничего божественного нету христианского а какая конкретная картина картина тайная вечеря там про тайную вечерю так говорил потом вот очень знаменитая пронзительная картина николай николай чаги распятие про которую и за которую его как бы фава по алухум попал александр третий сказал что это бойня изображена где вот три креста изображены ну центральные главное вот и его за это запретили картины вообще показывать смотреть церковь запретила светского сниму глаза запретить а падший демон кто нарисовал точно не знаю не помню еще третью картину помню гефсиман в гефсиманском саду вход в гефсиманский сад интересные картины вот тайные вечера очень понравился мне ну и 1 5 это уже действительно пронзительная очень картина похоже на даже еще пронзительнее чем американский фильм от многие говорят страсти по христу страсти христова вернее где вот самый современный фильм такой голливудский где изображается как он страдает хвала им господу нашему иисусу христу в таких ну как бы подробностях а тут к 1 картина такая действительно она вот прям показывает страдания такие интересно вот но одновременно как-то но вы не помните до такую картину я не могу говорить потому что ты не перестаешь говорить как я буду говорить мне приглашали в разных городах в школах вести занятия они в один класс несколько классов сбивают а потом другой через коридор прохожу и дальше а как темы избираете я просто из опыта свое передаю завод школы ходила я за вами с вами хожу на в день я сколько так допустим 5-7 классов а если в каждом классе там 2-3 вот считай сколько и умножь на 7 на неделю или на 5 солидно так получается школа большая и играет вы все время делаете вступление первый раз но все вступления до одного все разные как это может быть я говорю я когда захожу в класс я смотрю что у вас на стене там написано экономика должна быть экономной все я говорю про деньги а зашли а тут картина картина где я и взял и начинаю объяснять вот тайна вечера что она означает и и далее то есть я не выдумываю тему именно вот чем класс занимается им близко это очень близко теперь я делаю вступление как будто она действительно соответствует истине что ничего они не знают тогда и рафаэля беру и город смотрите падший демон понятно он сидит колени обхватил и и проще а что это за фигура где она встречается кого он писал этот образ ему надо с кого-то писать поэтому они ищут какие-то фигуры людей ли подговаривает и списывают вот я тогда стал говорить был человек такой художник вот так же и он рисовал картину вечере но нарисовал все но надо ему образ христа с кого написать ему нужен живой человек он долго ходил и наконец нашел у католиков это было зашел в храме и там один молодой певец он как глянул понял это он и дальше пригласил стал рисовать отобразила все чистота приятность верность не корыстолюбие вот сумел так это передать но оказалось что нет одного образа у него образ иуды он картину эту рисовал откладывал другие рисуют а здесь все время ищет и наконец нашел этот образ чтобы в нем было и жадность корысть предательство гнусность вот все в одном образе чтобы было но нашел такого и говорит вот я столько плащу в натурщику вы будете да мне какая разница он пришел ну тогда отдернул полотно и вся эта картина он сразу подошел уставился и смотрел это что вы видели картину эту нет картину не видел но мы с вами встречались где а вот говорит вы написали христа это вы с меня писали этот образ и сейчас вот образ и воды что со мной произошло он заплакал вот с чего я начинаю говорить тема у меня была в университетах отдельно допустим месяц картины и галереи мира это очень очень большая тема я приносил картины доставал и это уровень развития очень сильно поднимает тем более на евангельские или библейские сюжеты я говорил что что находится в америке в каких музеях и там не мешало им бы знать это не космонавтом не ученым почему у нас нельзя было показывать при советской власти и считали что это не нужно как не нужно возвращается и говорят вот мы были там 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 музея мы стоим ничего не понимаем о чем это что это за собрание почему он так в таком положении показывал там ну показывает рапаэль когда там бог протягивает руку и адама пальцем касается только если он не знает содержание библии творения он не может объяснить и вот вы задали из этой области с которой мне пришлось очень много ездить говорить и кто что может написать ему это было близко а кто сам себе ухо отрезал какой художник вот видишь как это все говорится из одного мешка рассыпанное вот этот дьявол падший каким он был осеняющий хирурвим я сразу перехожу на исае 14 глава и далее красоту его показывает 28 книга пророка языке или ну и показывает что с ним случилось это 12 глава откровения апокалипсиса дети очень внимательны учителя даже удивлялись они такие вертлявые там здесь все замерло не то что там играть или как но и она за цыпку всегда что значит каждое имя перевода перевод я знаю и знал там может быть несколько сот имен наизусть и вот они начинают а что это означает а что это ребенок он задает свое имя может быть отца братишки и учителя то же самое а иногда в этом заложено почему он иисус спаситель иосиф почему назвали преумножитель то есть умножает рота расплаждает и далее и прочее у каждого имени есть что означает иуда иуда означает славный славный вот она пошла на имень потеряла мужа потеряла двух сыновей и когда вернулась город пришел в движение говорили на имень вернулась на имень пришла она сказала не зовите меня на именью зовите марры вот марорта видимо отсюда идет тоже горькая горькие травы и вот я потеряла все и мы должны знать свое имя и ну если это не противоречит смыслу отвечать ему надо этому слову а то наталья 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 означает рожденное а для кого рожденное тут прям само напрашивается рождение свыше не родился свыше вообще пожалеешь зачем ты на свет родился вот свои имена так маленько надо смотреть а то не не знают а есть имена которые одинаковые вот виктор вот он виктор я его вижу что значит победитель а никита никита тоже победитель и никон победитель видишь одно с латинского другое там с греческого чего я тут подробности не знаю одно и то же имя люди то думаешь это разное и тогда от этого имени как-то вел радиопередачи ну и посвятил несколько передач передачи были записаны не онлайн а так а тут же они сразу их запускали прям тут же и вот что означает я решил объяснить что означает имя борис борис николаевич тогда был зюганов геннадий геннадий андреевич то ну и владимир владимир вольфович тогда был путина никто не знал и так мне как прям на студию звонить стали коммунисты хоть наконец-то хоть одно слово коммунистах скажали хорошая тогда их трепали как пойманную крысу хорошая собака я гуляя про него не говорилось дюга но нет вы объяснили то есть вот это достигается не называя имен и каждый себя должен узнать если ты правильно его опишешь борис это для россии ну я не знаю как но это имя не благоденствие несущие скорби а скорби вот так она все и есть поэтому сравнивать одну картину с другой надо приходится показать что они означают вот так геннадий тихонович можно вопрос да давай рахиль дорогая вот рекомендую рекомендуете ли вы смотреть фильмы о христе вот страсти по христу а то отзывы я такие слышала что как будто вот сидите на диванах кушаете смотрите как его там убивают но лично я плачу когда я смотрю этот фильм но лучший фильм какой я знаю это так называется иисус одним именем и около 300 миллионов посмотрели так вроде пишут недавно умер артист который выиграет как трудно было найти этот образ и и где бы я не видел вот после этого образа на остальных которых там показывают просто нарочно так подобрали кого-то с улицы а здесь подобрали а и съемки какие шли в италии в израиле там не выскажешь а вот я страсти посмотрела который говорю мне сразу не понравилось не понравилось и все они там одно вот в таком виде если биты был бы он может до креста не дошел даже не дошел а папа римский сейчас не знаю ян павел второй был тогда кажется и он говорит о тут все так как было вот так может сказать человек который видел а если ты не видел как именно так было сказать что может быть так было или или как-то здесь нет его бичом наказывали но то что падал крест его давил там этого со всего размаха падал нес крест от него уже ничего не осталось он же был человек только но непонятно не то что непонятно я не один раз посмотрел и никому уже не советую а вам нравится но ответьте ножка разное мне нравится фильм еремия еремия прямо слова говорит и все прямо точно идет не нравится фильм это про кажется петра и павла показано столько прибавуток и ну не сходится а вот смотришь когда из фирь вот эта картина поставлена все сходится чтобы произносимые изречения библейские были не искажены вот так а когда фильме суставили то его дублировали переводили там на русский язык никогда я не видел такого скопления просто гениальных людей которые получали допустим такой-то такой-то нам известно там и михаил ульянов и другие очень очень сильно интонацию все как передать и просто так взял да и говорил сейчас после этого пошли фильмы один и тот же голос и за мужчину за женщину за всех переводят ну это не дубль они стараются чтобы движение губ совпадало это проникновение делается вот так но может быть не нравится кому-то что я говорю так но я говорю как у меня есть и он особенно когда я сказал прошло маленько времени за ним такое там у нее развод там пошел и режиссер то это составивший фильм то ну прям совсем не верующий то а я видел не видела как бы чувство что вот что-то такое вот это играет когда мария магдалина там одна проходит это полящика там взяла была взята это кажется половина там нормально половина уже играют вот когда смотришь камагридеши кажется 56 год был 56 году а потом еще оставили так вот это вот ну никуда не годится прямо даже близко не подходит тому или вот есть фильм иуда бен гур бен гур 11 оскаров за фильм получили это да никогда раньше не было из-за режиссуру и артист лучше ну 11 оскаров на один то не потянул этот левиафан 11 это не 2 не 3 больше не было и вдруг начали ставить недавно ну сколько недавно то может несколько лет назад и он потерпел полная фиаско вообще ничего нету ну маленько то надо соразмерять когда войну и мир там бондарчук поставил да разве можно браться за эту тему после него или он там показывает судьба человека шолохова вот берутся но прямо или тихий дон тихий дон на роль аксинита была нона мордюкова мне почему всегда смешно нона мордюкова ну ну чё смеяться то а вот она там этой еврейка но еврейка так еврейка быстритская элина она то не просто играет она поехала казака казачкам она жила она как коромысла брать ты никогда не поверишь что это еврейка это гениальнейшая женщина ай там выбор был большой на нём остановились почему в природе этого народа есть перевоплощать и и мы даже сознаться но номер дюкова но представители колхоза она еще сыграла до первая жена у вячеслава тихонова вот я уж попутно все это говорю есть фильмы вот который я назвал это одни из самых лучших фильмов какие я знаю искупления еще фильм искупления специально для евреев поставлены специально очень хороший фильм сама фигура какого избрали то не очень ну как он говорит как показывает как обращаются люди здорово ну вот так вот у нас крещение на еще будет 8 июля любая буква июля обычно мы в лагерь уезжаем в лагерь на сейчас лагеря то нет а отдыхать теперь просто приглашаем отдыхать с детьми десятого а третьего неделю раньше у нас день деревни приезжает архиеремия оттуда ехать потом возвращается и друг я подумал зачем туда-сюда то я 2 выезжаю в субботу а воскресенье день деревни а тут недели так как и пройдет поэтому маленько кое-какое изменим все остается также лично для нас здесь володя и вася которые вот смотрели василия николаевича репанов то они вчера выехали уже работают выехали но у нас ролик стоит мы показали как так вот у нас если господь благословить сейчас как объявление в лагерь за и как приглашаем на отдых и труд с детьми предварительно знакомства должно быть побеседуем как-то опять люди набираются их вот кто хочет приехать отдохнуть и поработать милости просим по сегодняшним деньгам у нас 7000 за 30 дней это мы там что покупаем но не покупаем мы вермишели разные у меня тут есть спонсор один помогает очень хорошая женщина помолитесь за ней елена каждый год раньше я по предприятиям ходила сейчас только ей по интернету напишу всего дома привезли там сколько двенадцать мешков муки один раз я заказал два мешка сахару а у них нету так она что сделала купила или как 4 полные фляги по 48 литров меду и под пломбами мне привезли какая-то ошибка никакой представь себе вообще вот бог как делает теперь я вообще нигде не хожу и народу меньше и кроме того вот так бог устроил сегодня одна вернулась знакомая мы давно знакомы уже пошла на пенсию по христосу цепилась за меня она знает давно к вам хочу перейти к надежде василь ну давай переходи приходи у нее так получилось первый муж был скалолаз и он преподавал как лазит там все и пошел на эверест и спонсировала их банк один эллинг банк был такой в алтайском крае может еще был эллинг банк и написали это все как они фотографированы идут и все газета время и деньги все серьезно как они пошли и там настала буря он шевченко николай олегович он там и кажется олегович он там и остался сегодняшний день там не хоронят и она вдовела вышла замуж и тоже спортсмен оказался а эти делали справ справ сплав по реке вот там называет какое-то слово такое вот и опрокинулась лодкой и утонул он второго потеряла быть спортсменом на ненужные рекорды идти очень опасно вот в люди которые я знаю видел и а был бы какой-нибудь там плотник или каменщик то так бы был с ней до конца у меня сегодня было такое впечатляющее событие пока вопросов нет скажу мы отдавали в ремонт я не знаю это видно будет или не видно вот этот как сделать то чтобы видно было аппарат снимаем мы наверно никак не покажешь и вдруг он выше поднимите выше поднимите и еще выше вот теперь видно ну вот он какой вот это я сейчас записываю контрольный у меня автозапись есть и это тоже ну и вот отнес пошли узнавать володя 7000 за ремонт а он туманит друг и где электричество подключается она хлюпает ну гнездо видно разбит и где тут включать снимать когда и тут тоже снимать тоже она прерывает и прочее ну 7000 сколько там может быть недели две и вдруг кто-то из наших ребят и сергей или кто нашли такая фирма видно богатая богатая все это работают всю технику ремонтирует богатая потому как устроенного никакой пол и посмотрел сколько аппаратуры и отдали там но дня три прошло мимо и те горит и володя покажи где сдал то чтобы я мог принять зашли они уже сделали и сделали в пять раз дешевле пять раз быстрее так я два письма им написал дайте разрешите нам у вас внутри поснимать чтобы дать вам рекламу у нас же люди из других стран бывают очень молодцы как встретили и вот тут я дома то вчера чтобы этот оставить на нем володя снимает а володя свой отдал потому что если не заладится тогда они бесплатно подремонтируют ну и которые провода подводишь вот электрический ток то тут такой есть и переводит видимо в постоянную энергию то ну и не то то есть не то то оба здесь я хватился уже вечером когда уехали как отправить а без него не зарядить ничего нельзя ну и как я да дал знак и володя володя там и не получил елена это жена игоря барабаша на нее сказал ну кто поедет туда или сюда то отправить с кем-то надо а в это время у нас воскресенье сделали кассу дня сняли чтобы хороший аппарат купить а хорошие то у нас специалисты он говорит это очень сложно это надо в москву заказывать и как еще дойдет и насобирали сколько он говорит нет я сразу согласился что простой какой был а я мне батюшка это давал то теперь отвезите батюшки володя там с ним и усея алёша жена ангелина она снимает специально курсы проходила на фотоаппарат а ну думаю на этом ей показать чтобы снимали они за всю зиму ни одного собрания не за ней кроме там с романом было что не не занятий не в церкви читая златоусты никто ну нет у них там просто нету у кого есть и не дают ну и вот только я помолился чтобы как мне отправить только шагнул к дверям то в дверь кто-то стучится кто они не слышу через дверь то кто открываю алексей устинов ты откуда взялся то как будто бы вот как а вакуума взял господь и надо львиным рвом поставил иди накорми его похлебку это я не знаю не вавилона нере это не похлебки там это и ну и так у меня получилось так я сколько удивлялся он своими делами приехал и только помолился только к дверям в дверях стоит ну и все конечно отдал и ему тут прислали издалека там сынишки велосипед кто-то прислал свои родственники вот это для меня это просто чудо вот и бывает то редко в год раз и не раньше не позже когда я очень нуждался и главное что помолился если без молитвы тогда бы еще как-то только помолился и сразу в дверях стоит я мне знакомый тут был семинарист и видно что на других отличается вадим четвергов я прочитал епархиальным журнале он называется алтайская миссия вижу что он такой разумно то я послал и игоря и володя они отнесли ему книги подарок а и он еще семинарист но его рукоположили он уехал его нигде нету нету а потом кто-то мне говорит а куда он делся вадим т.ч. тергов я не знаю ну ну не знаете как вы узнаете я помолюсь еще не знаю я стал молиться только закончил аминь и сразу телефонный звонок он другом городе я говорю вадим отец вадим теперь уже как вы позвонили то не знаю так сильно забеспокоился что-то о вас и решил позвонить он позвонил бы раньше там или позже там через неделю внимание бы не обратил вам не о нем напомнили я сразу же стал на молитву потому что не знаю и только аминь и звонок это бог это наш господь любящий что мы на поиске время не тратили ну и радостная такая встреча была через телефон вот так игнатий тихонов с германии наталья приедет нет прилетит а вот она сидит голубушка рядом думаю если все благополучно будет почему бы не приехать раз жизни то она бедно уже весь свет изъездила а тут отдохнет дай бог да игнатий тихонович вопрос я по поводу юлии долбневой она примкнула какой-нибудь ереси или сама по себе я вот не поняла еще какую долгого наверно долбнева долбнева я и сказал я расслышал я ничего не могу сказать только она в конце нашей беседы где-то там написала что за врага меня не считайте поэтому я молюсь молюсь пограничное состояние и и такое еще не знаю и но молюсь и они спокойно бывает молитва идет трудно вот тут есть такой человек у нас могу назвать андрусенко александр но очень хороший ну где-то что-то там получилось сказали он не выдержал ушел куда еще во всех подробностей не знаю не знаю я молюсь о нем и мне кажется человек просто балуется такой человек да зачем он пошел к еретикам то он добродетельный такой сейчас ему позвонили там где-то я сейчас могу не ошибиться марьясов кажется вот звонил александр что у них там пожар был сгорела семена люди живые то он сразу 50 тысяч скинул вот он такой и поэтому еще только молись его молись и александр андрусенко он был потеряевки принимал крещение здесь вот там построил что-то в церкви то ли крестилку или где-то большой дом для занятия его обидели как-то и он сразу совсем распрощался и православие вроде потерял и ну конечно это никак нельзя сергей все наверно оси христос слава иисусу христу давайте помолимся ангелова пиаша благодать нечистая дива радуйся и парке реку радуйся твой сын воскресе три дни вина от гроба и мертвые воздвигновые люди веселитесь а святись а святись а новый иерусалиме слава бога сподня на тебе воссия ликой ныне и веселись а сегодня ты речистая красавица богородицы о восстании рождества твоего на тихонько молитесь боже дивный создатель наш ты продлил нашу жизнь до сего вечера чтобы заниматься словом то и вникать в него исследовать благодарим тебя за обличение наставления благословения хвала тебе посетить покинутых детей твоих отверженных пытаемых господи укрепи их веру дабы никто не отрекся от тебя сжалься над ними и над детьми сирии таком бедственном состоянии находящимся пошли им все потребно для сей жизни и для будущей и нас всех доведи до желаемой пристани царствия твоего и навсегда введи в него тебе боже слава хвала честь и поклонение отец сын и святой дух аминь 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 спасти христос аминь спасти христос слава иисуса христу аминь